покажу вам чисто американскую тему сейчас время у нас 7 утрам туру ладно уже ближе к восьми на я приехал сюда в 6 30 вы смотрите это все в очередь за кофе танкин 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 они стоят с утра попить кофейку американцы реально не могут без кофе 6 30 утра они стояли за кофе на таких машинках людей гоняют ну естественно водичку пойдем кудзон возьмем воды одуреть 5 долларов за воду вот эту бутылочку да хорошо что мне есть море ворд кэшбэк вот apple cart мы сделаем вот так вот принял все 5 долларов оплачу для них это разводу воды и перебор как думаете сюда лечу я старбакс люди только прилетели только сошли самолета и покупаю сразу кофе себе так что в америке кофе если вы не знаете почему в америке кофе популярное вам объясню это когда чай везли из индии через британию были высокие налоги больше недорогой часть стоило кофе вот она колумбия бразилии вот и поэтому кофе здесь был намного дешевле доступнее вот и кофе они постоянно пили пили а чай был дорогой а а а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» что-то год год это козел почему почему-то их данки вот еще год сзади никто не ехал и вообще я прям могу вот остановиться открыть окно теперь настолько оживленный трафик здесь что ты едешь как бы все чего ловить даже туристам не ну конечно горы вот как вот может вот такой пейзаж на самом деле повести какие-то высокие деревья видеть знаете люди посадили все такое это вот не барселоны там пригорода барселоны когда был так очень напоминает машина мы не одиноки здесь скажи вот эту тему то есть смотрите кто-то вот неизвестно где когда-то да кстати китай китайских иммигрантов им нельзя было жениться и они очень боялись потому что мы сейчас ближе к западному побережью находимся америка привозила в то время очень много из китая приезжали люди которые готовы были работать в китае был голод тяжело но в америке тогда боялись что они сейчас приедут расплодятся захватят все культурно влиять будут поэтому приглашали только мужчин запрещали им жениться они не могли ничего заводить и и работали вправе сам опасную работают шахты чтобы через эти горы прокладывать тоннели не динамит срывали многих умирать то есть вот эту дорогу хористая проложили когда-то китайцы я думаю что это ручной труд когда-то ручной труд но просто то есть когда появились вообще машины чтобы понимали мы ехали сколько миль сто с чем-то миль ехали одну заправку случайно встретили то есть это глушь я бы сказал по-другому но материться бы стараюсь не материться даже сложно представить кто тут живет ради чего да и но дорога мать ее дорога это же она покрашена она будет менее ровно и аккуратно у нас другой стороны во первых дождя нету снега нет и тут они настолько небольшая нагрузка на меня сохраняется так это долго на дорогу всю зиму трахает что там как я не уже там не ничего не остается надо перекладывать а здесь мне кажется нагрузка меньше ну судя по всему что мы видим сейчас мы единственные на себе вы понимали и воровай день опилить бюджет сложнее кстати в америке больше я помню что 5 процентов всех денег которые идут на дороге идут на те дороги которые используются с 45 процентов всего трафика то есть это в городах короче америка меньше инвестирует города чем инвестирует вот намного больше денег откладывается в сельскую местность куш поэтому города в америке в плохом состоянии а многие бы хотели своей глуши где вы живете чтобы у вас был сейчас сейчас бы классно за что интеграция рекламы так учите удаленную работу там дэйта и наличие америка меньше снова и учили как-то учи английский учи питон и живи в неваде смотри зато дешево и сердит то что мне кажется с работой здесь как бы тяжело быть короче вчера я история была с товарищем был не с этим другим товарищем был вчера в казино играл и там а черный американец из города новый орлеан это какой штат за столом сидел у меня спрашивает ты откуда я такой из филадельфии вот такой филадельфии не так разговаривать да ладно а риджили так ты будь это более конкретно да да ну а риджи ну окей liberally беларусь такой беларусь еще раз это было беларуси он короче обращается к моему товарищи который со мной было сухи ты хоть немного говоришь по английски и это которые говорили что говорит я спрашиваю откуда онте в поворачиваю дубила руис такой нет ты жarı погонишь по английски и как белоруссия это страна он q а да короче я вам угарил беларусь he'll nữa то я прятник говорю по английски я его не понимаю и говорю touch мы offices experiments Вот так вот. Так что, господа белорусы, которые вот из Магары, вот, пишите комментарии по этому поводу. И теперь, па-бам! Слово Юрию. Ну, давай. Что твои мечты про Беларусь? Чтобы в Беларуси была у нас нация белорусов, и нас, как бы, вместо того, чтобы мы срались с другом, а у нас было больше ощущение общности, что я встречаю белоруса, я вижу его вот за той горой. Я хочу к нему бежать, обняться хочу. Все, покидание в Анимат. И под этот шумок мы случайно оказались в Калифорнии. Да, в долине смерти. В долине смерти, так называется. Давай, продолжай про белорусов. Вот как раз долина смерти, место, где про белорусов поговорить. Мой основной вывод, то есть, мне кажется, в чем-то ты познаешь свою нацию и свою страну, когда ты уезжаешь из нее. Потому что это, как, знаешь, подняться на горы, и сверху ты смотришь. Какие-то вещи становятся более очевидны, которые ты не видишь, если живешь в стране, мне кажется. Но один из вот таких вещей, который расстраивает, это то, что когда я сюда приехал, я увидел, что у белорусов нету диаспоры своей. И урсиан, кстати, тоже. Урсиан вообще такая тема, им хочется подальше друг от друга. Ты будешь видеть лицо, поймешь, что человек говорит по-русски, но он сделал все возможное, чтобы не говорить с тобой по-русски. Я увидел, что у нас не было районов. Белорусы очень... У нас самый главный был характерный чертож, что мы за годы тяжелых испытаний научились приспосабливаться. То есть белорус, он всегда, его куда ни в кинь, он с любыми, короче, мимикрирует, приспособится. И всегда люди говорили, что если работать с тобой белорус, это всегда высший класс, короче. Это все время такой работник, он слушается, он там встраивается, он встраивается в любую систему, он, короче, адапсируется. Лукашенко натрясировал? Дело-то даже не в Лукашенке, а посмотри на нашу историю. Опять же, я вот это могу рассказать интереснее будет. История, которой, наверное, на интервью у тебя нет. Побыстрее только. И растягивать. Может, отдельным видео рассказать? Короче, 7 лет в Америке, я первый раз приехал в Калифорнию. Просто большинство наших иммигрантов, они как только приезжают, неважно, они могут в Нью-Йорк приехать, но у них, бля, мечта сгонять в Калифорнию. Из-за Голливуда. Из-за Голливуда. А да, ну, пох, они едут в Калифорнию прям, покажи Калифорнию, покажи эту пустыню безжизненную. Ладно, вот раз сколько раз ты был в Калифорнию? Я был, наверное, три. Три раз ты был? Но меня не тянул. У меня, знаешь, у меня даже была такая реакция, мне все говорили, даже люди, которые там не в Америке живут, они говорят, а почему ты не едешь жить в Калифорнию? А у меня даже хотелось как-то из духа противоречия. Я вообще, то есть я долго туда не ехал. Знаешь, хотя есть уже такое противоречие. Я не хотел даже туда ехать, смотреть, потому что думаю, все туда едут, а я вот буду искать в Америке для себя. Свой путь. Свой путь какой-то, свое место. Я найду, я буду жить вот... Мне всегда не нравилось идти за толпой. Слушай, а это такая, видишь, гора, я подумал, что это облако, а она так прям возвышается. Да, да. Ну ладно, какие вопросы ты хочешь задавать? Короче, вопрос тебе такой, смотри. Вот получается, тебя как бы интересуют коммунистические и социалистические взгляды, да? Вот, короче, меня что интересует, когда ты мне скидываешь контент, который тебе резонирует, да, если это на русском контент, ты мне скидываешь видео про, короче, таких социалистических и коммунистических взглядов в основном, да, про коммунизм, про вот как это все. Если это на английском, то чаще это будет то, что контент прореспубликанский, который, наоборот, абсолютно противоположным взглядам. То есть это все должно быть частное, все там, значит, как бы, ты сам, кусок ты должен себе отвоевать какой-то, да, там, для себя, для своих детей, и похер на всех. Не, это вообще не надо. А тебе не надо? Вот. И вот мне интересно, как у тебя любовь к правым, вот, к республиканцам, она совпадает с этим? Как красиво. Смотри, ответ тебе рассказываю, смотрите, какая красота. У меня нету приверженности к социалистическим или коммунистическим взглядам. Но они тебе, они тебе... Послушай. Да, давай, да. И у меня нет приверженности прямо дико к республиканскому. Вот я бы хотел быть как-то такой республиканцем. То есть я, живя в Америке, понял, что государство, если оно забирает, тем более, хорошие такие налоги, как в Америке... Давайте выяснимо. Оно должно что? Оно должно... Государство забирает такие хорошие налоги, оно должно предоставить мне бесплатное образование, бесплатную медицину, хотя бы базовое, не самое лучшее. Да, тут классно развивается. Хочешь лучше, плати. Тут есть у людей деньги, пусть платят. Но когда оно забирает большие налоги, вот как здесь работает испорченная медицинская система, это, да, что государство забирает свои налоги, спонсирует страховые компании, которые берут у тебя еще платеж ежемесячный, и типа они предоставляют какие-то услуги. Но они ничего не предоставляют, они еще посредние, которые оплачут докторам. И в итоге государство платит страховой, я плачу страховой, не до хрена ли страховой? Ну тогда, а как ты хочешь, ты хочешь, чтобы тогда... Если государство дает деньги... А что ты хочешь тогда, типа, чтобы ты предпочел? Тогда типа давайте, я буду меньше вам давать налогов, раз вы все равно не можете им распоряжаться нормально. Либо я готов платить еще больше. Нет, братья нового гребаного подсредника уберите, и пусть... И кто будет заниматься? Государство пусть... А если государство распиздяйское? Ну, это ты про Байдена? Не, вообще любое. Ну, вот надо решать эти вопросы. Мне кажется, вначале надо решить? По республиканцам, что мне нравится. Мне не нравится то, что вот я рассказывал, я с одним... С одной девочкой, она капитан армии американской, и мы вообще обсуждали, она всегда бесит ее военные. Да. В том плане, она капитан армии, да? В том плане, что когда они начинают разгоняться, говорят, вот как ты сказал... Социализм против, за частные инициативы... Да, все, он сам заработал, откуда еще, что за бесплатная медицина, за все надо платить. А ты на них смотришь, потому что ты гандон, ты не гораздо за страховку не платил, ты в армии, тебе все бесплатно. Ты ждешь в коммунизме. Да, ему все бесплатная страховка, ему там льготы по образованию, государство за него платит, понимаешь? Но он, ты должен сам заработать, иди заплатить. То есть, если ты не в армии, я не знаю, смогли бы они вне армии выжить-то нормально так вот. Потому что у них по 5-6 детей, понимаешь? Короче, такая ситуация. И вот они бесят, потому что... Но республиканцы, что мне нравится, республиканцы, демократы, они часто открыты, и типа, заходи все, твори, что хочу, да? Ну, демократы тоже разные? Как и республиканцы разные? Да, и республиканцы, да. Но ты хочешь именно про самую общую идею. Республика, это как бы дом, да? То есть, они больше показывают, это как рачительный хозяин, они заботятся. Почему мы смотрим, ты сегодня упоминал сельскую местность, да? Небольшие города, а сельский местный порядок, и хорошо. Потому что что там в основном... Подожди, в основном кто там главный? Республиканцы. Потому что они хотят огромной красивой дороги, они хотят чистой, аккуратной улицы. А что делает демократ в Филадельфии, например? Приезжают люди, простите, с пальм, которые у себя засрали, все, приезжают к нам, начинают срать. Ты про белорусов? И про белорусов с пальм. С пальм. С спальных районов. И что? И что говорит на это демократ филадельфийский? Он говорит, ну, мы же должны к ним толерантно относиться, но культура у них такая. Да мне насрать на них культуру, они приехали ко мне домой, у меня гадят на улице. А что делать с белорусом, если вот у меня она гадит на районе, приедет? Куда мне его отправить? Белорусу можно пизделей выбить. Да. Все? Да. Юрий, расскажи мне вот эту право возможность, равенство возможностей. Хорошо, есть два, вот как я рассматриваю, тут политический спор, республиканцы и демократы, да, по части. Есть два разных типа равенства, да? Есть равенство возможностей и равенство уровня жизни, да? И эти вещи иногда смешиваются, иногда используются в дебатах по-разному. Вот, но смысл основной, самое лучшее это равенство возможностей, это то, к чему мы должны стремиться, что и это единственный способ, как мы можем, каждое поколение, жизнь становится лучше, страна развивается и прогрессируем. Это если дети из плохих районов, из плохих семей, имеют доступ к медицине и к образованию, такой же, как и мои дети. Вот. А не то, что самый богатый, самый успешный предоставляет своим детям самые лучшие возможности. Иначе это будет деградация полной общества. Потому что богатых все равно меньше. Но есть равенство уровня жизни, это когда независимость от приложенных усилий, у нас, нам всем обеспечивается за общий счет одинаковый уровень жизни, что мы уже в Америке, наверное, начинаем чувствовать иногда, что как бы идет вот... Ну, что чувствовали? Это есть острое чувство несправедливости иногда, ощущение людей, что я стараюсь, я работаю, у меня зарплата повышается, но съедается инфляция, съедается налогами и всем остальным, и оно непонятно на что все уходит. Вот. Поэтому все-таки самый, как бы, человек, который старается, самый талантливый человек, он должен добиваться большего все равно, он должен вознаграждаться. Но при этом дети, особенно в первую очередь дети, то есть дети не должны платить за ошибки своих родителей. Вот. Дети, они как бы... Поэтому им бесплатная медицина, пожалуйста, и качественное образование. Качественное образование. И они должны иметь свой... Они все иметь должны равную возможность родиться, потому что мы как общество заинтересованы в этом. Потому что мы хотим, чтобы... Мы не знаем, кто из этих детей станет следующим Эйнштейном или там чего-то добьется. Поэтому мы всем им должны дать. И опять же, мы заинтересованы, чтобы было меньше криминала, меньше этого. Это только через образование. Через хорошие школы мы можем этого добиться. Но, к сожалению, мы видим такое, что идет расслоение, в первую очередь идет по... То есть, как бы... Часть людей становится богаче, они хотят самого лучшего для своих детей, они отгораживаются. И со временем, как бы, больше ресурсов идут, например, в частные школы, и меньше ресурсов идут, например, в какие-то общественные школы. И получается, равенство возможностей у нас не получается. Остается такое впечатление, что это вообще сюда искусственно все привезли, как так. Вот смотрите, вот камни, вот горы и херак песок. Вот просто песок. Вау. Необычно. Называются какие-то джуны здесь, так что шукайте. Google в помощь. Хотел тебя... Слушай, вот какая мысль была, что мы с тобой здесь были. Вот какие мысли у тебя возникают, когда ты видишь, что когда-то люди по этим местам... Ну вот покажи дорогу просто, вот, сними туда вот немножко в краю иди, видите камни. То есть люди, вот я сейчас на машине еду, я думаю, пипец. Как долго. Долго и вообще, ну и дорога еще хорошая, да? А люди на кипитке, тогда у них ни амортизации не было. Лошадь. Лон, ладу. Воды нет, получается. Воды, ну воды, если не взял, нормально, все кряхнул здесь просто, да? Именно генерали. Плюс, а колеса-то у них же, помнишь, это не было тогда, это надувных колес, у них же деревянные вот эти. Я натрясел все у тебя. И тут по этим, я не знаю, я сейчас не знаю, на таком внедорожнике здесь можно было. Здесь мне они еще ехали, учитывая, с большой семьей ехали. То есть это, пипец. И люди сперлись сюда до той же... За лучшей жизнью. За лучшей жизнью. Как нужно было ненавидеть свою жизнь прежде? Просто как же херово им жилось. Короче, ребята, мысль такая, что вы все избаловались. Мы избалованы современностью. Если кто-то говорит, вот это к тем, кто говорит, вот раньше мы жили лучше, покажи им дорогу еще раз. Раньше вы жили лучше, по камням в кибитке раньше люди ездили. Так что не надо. А у нас сейчас интернет, мы сейчас обсуждались, Юрка, что работа у нас. Даже еще лет 15 назад, если тебе говорить, ты работаешь по интернету из дома, это все... Выиграй, играешь. Это скам какой-то, обман, что такое удаленная работа в интернете. Это все обман, тебе развод как-то. А теперь нормально, у меня удаленная работа в интернете, у него работа в интернете. Мы работаем. И мы работаем. Ну, 15 лет назад, если тебе такое говорили, это обман. Это какой-то, тебя на бабки развести хотят. Вот мы прямо сейчас работаем. Да, мы работаем. Ну, покажи, как мы работаем. Красиво работаем. Короче, вот такие вот мысли. Оно вроде как красиво, оно захватывает, интересно, но ты понимаешь... Но если оно облагорожено, это безопасно. То есть ты понимаешь, что это на самом деле действительно долина смерти. Вот она же здесь, вот мы 2 часа от Лас-Вегаса ехали, ни хера. Только одна заправка встретилась, 2 часа. Только потому, что проложили здесь дорогу, у тебя есть автомобиль, бензин есть. А сам ты вот тебя выкинь, без ничего ты не выживешь. Не выживешь. Ну, я, кстати, сейчас удивил, мы были там вот в этой арабской пустыне. Там, ты заметил, там вороны какие жирные. Да, она на меня, кстати, смотрела. Ну, я... У них же IQ высокие вороны. А я сижу и думаю, вот смотрю на нее и думаю, а как это вот такая жирная в пустыне. Кого ты там? И ты можешь оказаться добычей. Подъедаешь. Да, может она как, а, она на тебя вот почему смотрела. Да, я же говорю. Оставь тебя здесь без воды и еды. Она причмокнула. Она такая, ммм, вкусный Юра. Хотя, мне кажется, они в Вегас, наверное, летают. В мусорке. И сюда потом возвращаются. Им тут вид нравится. А там они, короче... Здесь они, короче, душой отдыхают, а тогда она заработала пузо. Юра пытается быть моим оператором. В общем, было вот нам очень любопытно. Едем, 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 едем. Понять много. Что это? Это что? Это лед? Вот как так? Мы 17-я улица. Мы в пустыне идут. Ай, тут лед. Пойдем проверять. Будем как исследовать. Конечно, со временем такой себе. Не упасть. Итак, мы решили пробежаться. Машина ядрит твою, как далеко. Но... Это или соль, или кокаин. Амигас рассыпали. Короче, да, уже окажется. Какой-то такой белый налет, как соль. Ну, что это было? Это, получается, ледник был когда-то. То, скорее всего, здесь когда-то был ледник. Потом, наверное, оставил. Здесь, скорее всего, было озеро. А потом, значит, меняется климат. И, скорее всего, это все испарилось. Ну, реально, как соль вот здесь. Ну, прикольно. А издалека выглядит как будто... Видишь? Лезни. Мы пришли к выводу, что Америка – это герократия. Герантократия, да? Герантократия, да, простите. То есть, Америкой управляют старики. Рассказывай. Да, но из времени моего жизни в Америке... К чему я пришел? К какому пришел я выводу? Вот Женя иногда жалуется, например, что я плачу много-много налогов, и куда эти налоги идут? На самом деле, да, налогов очень много, но основные все ресурсы направлены на поддержание уровня жизни пенсионеров. У пенсионеров есть бесплатная медицинская страховка. Ты подожди, важный момент. Здесь пенсионеры – это не как у нас там 60. Сколько в Беларуси средний возраст мужчины? Не, когда он умирает, 50 с чем-то? По-моему... 57 он умирает. 57-58. Чтобы вы здесь понимали, здесь пенсионеры живут до 95 лет где-то. До 90. Средняя продолжительность жизни, по-моему, 78. Ну, это средняя атака. Ну, да, 78 – это средняя атака. Я знаю, у людей по 95 лет живут до сих пор. И они, чтобы вы понимали, продолжай. Да, и получается, если смотреть вообще на бюджеты, на все, на бюджеты городов, бюджеты страны, основные все ресурсы направлены на... То есть самая большая статья расходов – это их пенсии, это их медицинская страховка. И они обходятся медициной намного больше, потому что они заболеют больше всех. Вот. Но при этом идет за счет урезания расходов на молодежь. То есть, например, опять же, те же, например, часто пенсионер, например, живет в каком-то городке небольшом, он приходит на собрание и говорит, зачем я плачу налоги на недвижимость, у меня уже нету детей, которые в школу ходят. Вот. И я как бы, зачем я плачу на эту школу? То есть они часто жалуются, они хотят меньше тратить на школу. Они голосуют за тех, часто даже в каких-то городках, где живут там много пенсионеров, они голосуют за тех, кто, например, пообещает им, что мы урежем расходы на школы. Потому что вам же это не нужно. Вот. Но обязательно будем только повышать вашу пенсию, будем только повышать ваш медикэр. Там медики – это все остальное, что они там получают. Ну, медикэр – это для... Ну, мне понравилось, что ты сказал, что они сидят на пенсии, времени много. Да. И они, они, пенсионеры максимально активные. То есть они максимально активно участвуют в политике. А вот даже, Женя, из твоего личного опыта, когда ты разговариваешь со многими людьми в армии, молодыми, всем, никто из них не ходит голосовать. Им лень, они не хотят там разбираться. И получается, что и времени нет у многих. Особенно у кого семья, когда у тебя есть время ходить на какие-то собрания. Ну, ладно, не оправдывайся. То есть результат в том, что, да, пожилые начинают так под себя подгребать, и у нас получилось гератокарати. И это не единственная страна, где это происходит. Я это видел в других странах, в тоже Испании. Абсолютно полностью. То есть средняя зарплата у молодого человека в Испании ниже, чем средняя пенсия. Охренеть. То есть и все у них, и все ресурсы. И человек, который 50-летнего, если ты уволишь его, то ему иногда нужно выплатить 800 тысяч евро, типа, чтобы он дожил до пенсии, а молодежь сейчас находится на краткосрочных контрактах, низкоплачиваемых, без каких-то бенефитов и под угрозой увольнения. И у них там безработица, средняя, что-то там, выше 20% у молодежи. Вот. Я не знаю, как это решать. То есть у нас такая проблема есть, что в разы там обществе. Если вы в Испании живете, напишите, правду ли он говорит. Да, но в Америке вот есть такая проблема, кажется. Вот вы лучше напишите, что с этим делать. То есть если вы признаете, что такая проблема есть, как ее решить? Мне интересно. Да. То есть вот эти люди, вот мы еще касались вот эти пожилые люди, которые уже купили дома, которые выкупили все. Да, вот. Задешивая еще когда-то. Да, они теперь не дают перестраивать, изменять план города, перестраивать районы, потому что зачем? Они не хотят, чтобы, потому что они заинтересованы, чтобы их дом стоял дороже, 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 а он становится дороже за счет того, что не строятся новые дома. И получается, они выталкивают молодежь отовсюду. То есть все молодежь теряет возможности, потому что под себя их загребают люди уже в возрасте. Вот. И как бы, как это, вот, как это победить? Как, как, вот это, а в Америке, кстати, 70 миллионов бумеров, вот этих, те, кто сейчас выходит на пенсию, и 70 миллионов миллениалов. То есть представляешь, какая большая, эти две группы, они противостоят друг другу. Но это очень, представляешь, какая 70 миллионов, это вот как в Пола Реселарсе. Что с этим делать? Я не знаю, надо придумать какой-то план спасения Америки. Азвучит, сейчас я оденусь. Че ты? Короче, мы едем все дальше, дальше. Телефон вообще все, связи ноль, вот просто ноль. GPS ноль, все, все ноль, но я не знаю. Пол бака бензина всего осталось. Следующий сервис через 72 мили, ребята, 72 мили. Да, интересно, что с одной стороны, такое неоднозначное место, с одной стороны, очень яркие цвета, красивые, и солнце светит, голубое небо. Но названия всех мест, они вообще, как бы, тебе говорят о том, что здесь все пропитано смертью и страданиями. Здесь есть город, называется Badwater, то есть кто-то отравил, какая-то отравленная вода, потом похоронная гора, потом нестали на смерти. И то есть, как бы, опыт здесь людей, то есть, с одной стороны, все такое яркое, ты приезжаешь, как турист, тебя, наоборот, это уже вдохновляет это все. Но вот все здесь, как бы, дыши смертью. То есть, огромное количество погибших людей. То есть, это Welcome to California. Да, да. То есть, вот, это ворота Калифорнии, по сути. Это ворота Калифорнии, да. То есть, это вот сама, сам, сам, сама судьба уже говорит, ребята, Калифорния, это вот. Badwater, Dead Bayley, Funeral Mountains. Ну, нет, люди такие, Калифорния! Да? Видишь, какой красивый. Ну, зато красиво, да. Увидеть и умереть. Убил медведя, сделай шубку. Либо он тебя. Ну, либо, ну, тут уже, а тут ты кого убил? Тебя, как бы, значит, кто ему тоже. Ворона тебя съест. Ворона. Ну, просто я говорю, что Сибирь, это была наша фронтира, а это их фронтир. Как по-русски рассказать? Это крайний рубеж. Это вот люди, как бы, люди, которые ищут все время, исследуют неизведанную землю и продвигают вот эту границу известного. Вот. Сейчас у нас, сказали, не на земле уже не осталось неизвестных. Все коммерциализировано, все. Вообще страшно. Все уже изведано. Ну, здесь классно, что я хотел сказать, что здесь нету вот этого, как обычно в Америке приезжать, что какой-то гифт-шоп сразу, куча людей. Здесь людей мало. Вот как-то здесь ты можешь сам собой побыть. И немножко уединиться со своими мыслями. Короче, мы находимся в National Geographic, документальный фильм. Красиво, да? Да. Сними, подумай, что-то лежит. Ты что называешь? У тебя секунду этого прошло. Повидим же, рассмотреть надо. Мы не можем никак остановиться. Дотягивает. Тут какая-то такими стафтами. Мы можем сколько идем? Минут 5 точно так идем. То есть 10. То есть мы увидели щелку в стене и пошли проверить, как далеко она пройдет. Сейчас я вижу, люди будут тебя чморить, что-то говорить, как ты в армии, у тебя одышка такая. Да. А то у нас есть один товарищ, который сейчас списывает на Elevation Level. Так что все, у нас... Сейчас ты проезжал, расскажи, что это... Что мы были под уровнем воды. Это ниже уровня... Моря. Моря, да. Но мы сейчас, предполагаем, выше уже, нет? Надеюсь. Или еще не дошли. Мы пришли к логическому завершению данной страсти, но у нас вопрос. Что, кто выкопался? Кто здесь был? Здесь был Калэл. Здесь была его сфера, а отсюда прилетел Калэл. Если вы не знаете, кто такой Калэл. Короче, вернуться в Вегас и счетов приключения. До Вегаса миль сто. Ну, бензо пока в полухвате или на 200, думаю, доедем. Сейчас через миль 30-50 будет какой-то городок. Тут, конечно, можно прям суперфотографии взять. Чтобы вы понимали, мы как едем, едем, едем. Минут 30 уже ни одной машины. Просто ни одной машины. Ничего. Солнце садится за гору. Спустилось солнце, и все, похолодало. Редко это футболочки бегало. Сейчас кофту одел, сейчас куртку скоро я иду. Вот такая вот Калифорния. Но это вот все, ребята, Калифорния. Это Северная Калифорния. Северная Калифорния Северная Калифорния Итак, сегодня мы, ребята, решили остаться в Неваде. Вот попали в первый штат. Штатовский парк, парк штата Невада, который называется Долина Огня. И она так называется, потому что, как вы видите, наверное, все очень красные. Такие скалы. Прям офигенские. А вот Юрий говорит, что в Испании есть такие же горы. Что, мол, в Испании, особенно в центральной части, где Мадрид, что-то похожее. Конечно, это... Ну, такие алоэ, такие в Испании я точно видел. Я помню. Долина Огня называется первый парк штата Невада. Красивый, как вы видите, такой крутой такой. Люди туда вон селингают. Забавные такие туристики. Хочется, вот многие приходят, просто садятся и сидят, балдеют. И не идут никуда. Вот здесь вот, если надо, ребята, кому-то грибами закинуться и природу созерцать, приезжайте сюда, въезд 15 долларов с машины, вкидывайтесь грибами и наслаждайтесь. Лицезретьте величие природы, вселенной и ничтожность, и малозначительность вас. Потому что вы лишь песчинка в этом море вселенной, в этом космосе. Там такое прям величие. Немножко будто лицо. Ну, есть такое. Немножко голова закружилась. Короче, с Юрием решили вам показать эту красоту. Потому что решили, что это действительно красиво. Мы сюда залезли, мы молодцы. Не упадет, а как там. Нам делать нехрен, мы сюда залезли. Да. Сейчас мы туда дальше поедем. Там оба крутой горы и обратно в Вегас. А чем дальше, тем захватывающие. Вот где там. Ух. Офигенский. Красивый, невероятно, не только у скал, но и у растений. Смотрите, вот что это за цвет такой. Вот прям вау. Прям необычно. Как-то зелено-белый. Пустые колючки. Это ж колючки. Там, смотрите, они прям такого родного. Насыщенные цвета. Юрий, ты как там? Юря? Юра пропал. Блин. А вот и ответ. У нас вчера с Юрой было такое впечатление, что мы по дну моря ходим. Ну или по дну какого-то озера с илом. А вот вам ответ. 50-500 миллионов лет назад здесь было. Море. Вот все это такое. И теперь осталось только пустыню. И вот она, долина огня. Она вот такая гигантская. Вот ископаемые. Ага, кого здесь находились? Смотрите, динозавры, кита находили. Мда. Очень интересненько. Мы нашли воду. Мы нашли воду в пустыне. И как понять, что вода, да? Сразу такая. Смотрите, сколько прям густо заросли. Трава растет. Кустики какие-то. И реально. Маленькие. Куда-то бежит и все. Но вот это, конечно, нас удивило. Это нас удивило. Уйная растительность по сравнению со всей окружающей обстановкой. Но, опять-таки, по законам природы, если ручеек есть, там должен куда-то течь. Подать. Вытекать. Смотрите, как. Алоэ высушение. Слушай, они как дрова прям. Полить можно. Но. Куда может втекать ручеек? Ручеек может втекать. Блин, вам не видно. И дорога перекрыта. Вон. Это называется озеро Мид. Lake Mead. Вида не видно. Вот туда вот ручейки втекаются. И это вот озеро, это водохранилище. Дальше на Неваду, на Калифорнию, на Аризону. И там дальше дамба хувера, которая распределяет эту воду. То есть вот так вот. От маленького ручейка среди безлюдной пустыни мы нашли большое озеро Мид. и там на рвишечке путешествует. Собаками, кстати. Стану стареньким. Куплю рвишечку, возьму любимую жену и поеду по Америке колесить. А еще у меня будет пенсионная, как у ветерана, скидка. Люди останавливаются на пикничок в таких вот живописных местах. А кто-то даже здесь останавливается пожить. Видите? О, что мне здесь нравится. Смотри, шашлычница есть, да? Шашлычок пожарить. То есть можно приехать со своим уголечком и пожарить шашлычка. Я бы прям кусок стейка бы съел здесь. Прям вот хочется. Вот такой вид из окна днем. А это вот так оно выглядит ночью. Такой вот прекрасный вид из окна. Короче, осталось несколько часов, еще 5 часов до вылета. Я сижу, работаю по поводу Лас-Вегаса. Юрий уже убежал. У него концерт от компании. У меня его компания отправилась сюда. Вообще мы в Лас-Вегасе, потому что тут конференция, IT-конференция происходит. Организатор Amazon облачное хранилище, хостинги, сервера. Вот это. Тут дофигища людей. Вот. Но мы по Вегасу погуляли, мы погуляли в окрестностях, вы с нами погуляли. И, как сказал Юрий, ему Вегас не понравился, а для него Вегас очень неудобный. И действительно, тут расстояние вроде как, недалекое расстояние, а на машине едешь долго. А на машине едешь долго. Пешком невозможно. А общественный транспорт работает плохо в этом плане. Но, что касается меня, мне, в принципе, ну, как-то симпатичен. Вот Вегас не вот этот вот суетно, с яркими огнями, казино и различными людьми интересными. не в принципе обычный Вегас. Интересно. Прикольно. Может быть, я бы пожил какое-то время здесь, если работаю удаленно. Потому что здесь работаем и посмотрели самые большие работы, в основном, естественно, в сфере обслуживания, в отелях, казино. Вот. Но также есть стройка небольшая, конечно же. Стройки здесь много до сих пор. Мы ездим, все строится, строится. В общем, спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok